наше выгорание начинается вечером запомните это то есть вот я знаю по себе что для меня идеальнее всего лечь спать в 21 30 самое позднее в 22 ложусь я обычно между 22 30 и 23 соответственно организму это не очень нравится то есть я не чувствую себя выспавшимся кроме того есть правила гигиены сна окошко должно быть открыто свежий воздух должен поступать понимаете да комары при этом не должны залетать то есть должна быть сеточка ну и так далее то есть или свежий воздух в любом случае прохладный воздух должен быть ночью то есть есть принципы здорового сна потому что сон это основа для того чтобы вы чувствовали себя хорошо услышите меня пожалуйста сон это основа здоровый качественный сон если вы хотите себя чувствовать хорошо сначала нужно подумать о сне запомните вот и как определить хорошего врача от плохого хороший врач всегда спросит как вы спите неважно он терапевт он аллерголог он невропатолог он кардио понятно потому что например огромное количество препаратов от давления вызывают бессонницу понимаете и соответственно это врач должен мониторить поэтому первое правило того чтобы не выгореть и для того чтобы восстановиться это много спать качественно много это значит раньше ложится раньше это значит между вот начиная с 9 вечера там до 11 вот в этом пределе ложится спать то что вы раньше проснетесь там пол пятого это не страшно в 4 утра может быть даже начнете вставать со время если вы будете в 9 ложится вот или в 5 утра это не беда но в зависимости от того какая из стадий выгорание наступила например если вы уже на третьей ступеньки а очень важный момент хотел бы сказать выгорание сопровождается нарастающей депрессией то есть депрессия сопровождает выгорание как заболевание понятно то есть она начинает вас давить вот поэтому первое правило это это качественный сон сон чтобы отоспаться вот нужно иногда несколько месяцев чтобы отоспаться чтобы восстановиться вот одна из моих учителей профессор кафедры психиатрии она говорит если вы хотите восстановиться после выгорания вам нужно либо 3 минуты от 3 до 6 месяцев на мальдивах либо две-три недели с гидазепамом с транквилизатором понимаете но на самом деле транквилизатор не восстановит так как время восстановит качественный сон да а мальдивы это не всем по карману ас даже от 3 тем более 3 до 6 месяцев вот поэтому очень важный процесс это первое это сон я здесь вам ничего нового не открою но вы должны это понимать у меня просто нет времени много говорить о сне но скажу вам нас поэтому когда вы кто-то из вас там дремал после обеда сейчас на семинаре я специально не мешал вам почему потому что это важно на этом 7 это важно себе американцы это называют take a nap то есть вздремнуть понятно да то есть 10-15 минут 17 до 20 минут сна вот если вы поспали от 10 до 20 минут днем это прекрасно но если у вас есть нарушение сна это может быть нарушать еще больше но на самом деле это для человека который в теме выгорания это очень полезно и так это первое что нужно для тела второе что нужно для тела это движение 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 бывает разное нас интересуют для восстановления при выгорании нас интересуют упражнения которые будут подымать настроение а это значит увеличивать количество веществ в мозге которые являются природными антидепрессантами серотонин дофамин слышали такие вещества например если вы прыгаете на батуте у вас выделяется дофамин если вы бежите в припрыжку вот как ребенок у вас выделяется дофамин если вы идете полтора часа с например с палочками для скандинавской ходьбы или просто идете полтора часа без остановок в аэробном режиме то есть ни на секунду не останавливаясь вышли и в спокойном комфортном темпе который вам нужен вот он вам нравится в хорошие удобные обуви чтобы это были кроссовки какие-то вы идете это подымает вам серотонин и уровень серотонина начнет повышаться только где-то после часа ходьбы раньше не повысится или часа велосипеда то есть вообще при тяжелых депрессиях я рекомендую два два с половиной часа прогулка соответственно человек или можно если у вас нет столько времени значит тогда нужно бегать легкий бег вот этом это достаточно 40 минут но перед бегом нужно разогревать мышцы так далее и уже потом вы можете добавлять к этому например силовые тренировки там полоть траву в огороде таскать железо в спортзале и все остальное то есть это другая кирпичи это уже потом то что вы там по дому ходите два часа с перерывами это не считается это не упражнение которые лечат понятно да можно пожалуйста можете ходить в магазин но надо выйти за два часа ходьбы до магазина прийти в магазин там погулять и потом можно возвращаться домой вот то есть это принцип очень важно очень важно сон это база вот я как-то одного брата молдаванина консультировал своего коллегу врача он выгорел очень сильно он горит юра я четыре месяца ел и спал чтобы восстановиться четыре игры надо было вот это работать чтобы четыре месяца есть и спать понимаешь ну где логика поэтому я понял например что нет такого отпуска который восстановит тебя если ты постоянно склонен к выгоранию ты возьмешь этот отпуск и снова знаете как это из такое выражение белка бежала в колесе устала решила круто изменить свою жизнь и побежала в другую сторону вот это тоже самое то есть ты лег в отпуске там и вот лежишь свой месяц и что и через три недели у тебя закончится этот месяц и и что и начнешь снова бежать в другую сторону том же колесе это не тот подход поэтому начинается все с того что телу нужен мозг тело это мозг это часть тела нужен сон и движение тогда кровоснабжение колоссальное тогда мышцы начинают расти вот сегодня с утра спортзале позанимался я узнал что моем организме есть мышцы которых я давно не подозревал вот и поверьте мне завтра послезавтра организм мне об этом еще скажет вот но это это здорово это прекрасно самое еще очень важный процесс процесс который очень сильно улучшает кровообращение повышает уровень гормонов и стрессоустойчивость есть такое слово стрессоустойчивость запомните его вот все что может повысить стрессоустойчивость это должно стать частью нашего образа жизни то что стрессов меньше не будет вы знаете будет только хуже я вас предупреждаю соответственно чтобы прожить сквозь это время скорби вот телу нужно подымать стрессоустойчивость и для это входьба это сон это контрастный душ тот же самый например неважно там вот это масса в хороших таких инструментов которые простые почти ничего не стоит вот если вы посчитаете сколько воды утечет пока вы будете делать контрастный душ поверьте мне это дешевле любых таблеток я считал специально сидел максимум там полтора куба воды вы вылите за месяц сколько стоит куб воды что 14 лей куб воды в кишиневе вы купите себе что-нибудь в аптеке за 14 лет от депрессии да вы максимум купите себе аскорбинку правильно аскорбинка покупается в других местах в виде апельсинов там ну и других способов получить аскорбинку поняли логику да то есть ну вы нет но за 20 лет то есть это намного выгоднее намного выгоднее вот любая страна в любой стране мира есть люди которые живут в городе например в кишиневе там бельцах если люди которые живут в селе из темп жизни разные у городских людей все должно быть быстро 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 и даже у сельских людей все постарается ускоряться это неправильный подход есть принцип 6 дел вот 6 дел нужно в день планировать ну вернее 5 плюс 1 что значит 5 плюс 1 это значит 5 дел вы планируете а 6 оставляете на всякий случай вот она выплывет она выплывет поверьте мне обязательно когда-нибудь случится история поэтому вы себе приблизительно планируете вот ну а если одно дело занимает целый день тогда и планируете всего 2 то есть это одно и которое выплывет вот поэтому очень вам будет это легко осуществлять для того чтобы тело ваше не переутомлялось теперь несколько слов что касается нашей души а именно психики самая большая проблема на сегодняшний день для психики это смартфон это смартфон то есть это мобильный телефон который имеет экран и в нем есть доступ в интернет и разные там мессенджеры новости телеграм-каналы youtube видео и так далее это самая большая проблема проблема серьезная начинается если вы пользуетесь телефоном более 6 часов в день более 6 часов в день если менее 6 часов это меньшая проблема но гарантированно если дети подростки или молодежь или взрослые люди пользуются им более 6 часов в день а на всех смартфонах это можно проверить называется это экранное время то есть сколько вы работали смотрели что-то и так далее тем больше будет ваша усталость тем больше будет ваша усталость переутомление и так далее почему потому что мозг не приспособлен воспринимать такой объем информации разнообразной и это приводит к еще большему выгоранию плюс у каждого например у новостей там у разных вот этих всех социальных мессенджеров как мы говорим у них есть напоминание всплывающие окна и так далее например вы занимаетесь каким-то делом да и раз окошко всплыла пришла новость или вам кто-то позвонил или кто-то писал вам смс q и вы отвлеклись понимаете да чем больше вы отвлекаетесь тем сильнее вы будете уставать поэтому есть понятие цифровой гигиены это отдельная большая тема как правильно пользоваться этим этим устройством как правильно то есть например выбирать что лучше между теле работать в телефоне или работать в планшете работать телефоне или работать в компьютере то есть или на бумаге что-то делать понятно да то есть это отдельный важный инструмент и душе будет вашей намного легче потому что она часто мы используем сейчас телефон люди используют чтобы отдохнуть то есть сидишь там смотришь особенно есть такие социальные сети или не знаю как это назвать тик ток там или инстаграм фейсбук там короткие видео фотографии и ты можешь вытали в ютубе ты можешь сидеть там до самой смерти своей и они никогда не закончится почему потому что они тут так устроен алгоритм вот мало того он просчитывает то что тебе нравится он просчитывает твой возраст твой статус твои предпочтения вы замечали что вам предлагаются проповеди правда вот то есть ну вот вы думаете откуда они знают какие мне проповеди интересны вот например я никогда в жизни не видел чтобы не youtube предлагал порнографию там или что-то в таком духе потому что он знает что это совсем не не мои вкусы не мои интересы даже рекламы практически такое не встречаю поэтому естественно задача социальных сетей продать свой товар вот они не беспокоятся вашем здоровье но это будет способствовать выгоранию нашей нашей души нашего нашей психики вот и планирование изменения работы изменения графиков изменения отношения к работе это ключевой способ того как это сделать что значит изменение отношения к работе это уже связано с духовным компонентом смотрите давайте мы разберем вместе с вами одну библейскую историю очень известную библейскую историю был такой герой библии очень сильный очень знакомая знаковая личность это пророк или я помните пророк или я вот и его жизнь начинается очень интересно на страницах библии вы ничего не найдете про его родителей про его семью то есть написано и сказал илья весветянин все годы не будет ни росы ни дождя разве только по слову моему так говорит господь вот так он ворвался на странице библии ну хорошо это было во время правления царя какого ахава в израиле правил царях не самый он был лучший человек у него была ужасная жена язычница культы разные были поклонения и все это деградировал и бог решил встрепенуть этот народ потому что в аграрной стране три года не было дождя ни росы ну представьте в молдове три года нет ни дождя ни росы представьте себе что будет это будет это будет голод правда это будет ужасно может быть первый год еще как-то но если не зимой не летом не будет ни капли влажности все 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 засохнет правильно все замерзнет и когда мы наблюдаем и что произошло с пророком ильей когда он эти слова сказал он ушел он ушел потому что ему надо было спрятаться бог ему говорит пойди там поживи где он пожил где он жил возле какого-то ручья правда хоров по моему назывался значит как он питался что ему вороны приносили ему приносили мясо хлебушек и вода была такое себе питание есть белок есть углеводы есть вода и он себе там может быть какую-то еще клетчатку собирал я не знаю пока она не высохла и не высох этот поток и бог ему говорит то есть все высохло то есть жара прогрессировала вот я сегодня заезжал в бельсе и но еду и и по дороге в бельсе назад но видно что лето и высыхают вот эти пруды и ставочки все это высыхает там чему потому что лето и вот она высыхала 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 и куда отправился илья а он отправился за пределы израиля правильно седон как бы немножко языческая территория вот я правильно понимаю нет боя не богослов честно вам скажу да спасибо то есть по я пошел в такое интересное место и говорит я бог ему говорит я там вдове повелел тебя кормить чтобы понимали женщина вдова в восточной стране это и так по себе это статус бедности бедности и нищеты ну и так и произошло он встретил эту вдову она говорит у меня осталось муки там вот сколько там один раз покушать и мы умрем он говорит не переживай приготовь и вы знаете эту историю да то есть бог ему показывает вот смотрите пророк это же человек который живет хронически с чудесами то есть пророк и чудо это как правая и левая рука то есть он видит чудо его постоянно кормит бог его кормит вдова у которой не заканчивается ни масла ни вино ни мука да то есть все есть и вроде все хорошо с ильей он неплохо себя чувствует правда то есть я бы сказал что он выгорел там у того потока правда уже не сражался с воронами я не заметен чем-то занимался размышлял отдыхал то есть он был полон сил потом он жил в доме вдовы там ну может быть помогал и по хозяйству там чем-то еще занимался его же искали в этот момент его искали во всех странах то есть его искали везде потому что и завель жена царя считала что если его убить то дождь придет потому что вал это был бог дождя она это был главный культ языческий то есть как бы этот пророк посмел сказать против бога дождя что даже не будет и вот этот бог обиделся на этого пророка так себе решила и завели и поэтому надо было убить пророка чтобы дождь появился поняли на логику но это мы читаем книги пророки царь или патриархи пророк патриархи враги пророк цели да вот и все это закончилось тем что прошло время у вдовы все хорошо у сына хорошо у пророка хорошо у всех остальных хуже 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 да прямо хуже 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 прям совсем плохо потому что осталось там несколько лошадей и царь с царедворцем которого как звали царедворца звали авдий а чем отличался царедворец то есть царь был плохой а царедворец был какой хороший и этот царедворец оказывается кормил за свой счет еще сто пророков божьих и прятал их в двух пещерах чтобы их не уничтожила та самая езовель которая охотилась на божьих пророков как вы думаете 100 человек мужского пола кормить то немало расходов правда еще одно чудо да и царь говорит давай пойдем поищем травы водопоя потому что ну уже не на чем ездить будет скоро они пошли и бог говорит иди скажи ахаву появись ахаву вот идет илья и встречает авдия авдий знал видимо этого пророка потому что ну он у нас то на страницах библии появился неожиданно но его знали он имел такой вид очень такой как это сказать аскетический вот одевался в кожаную там шкуру вот какую-то и выглядел очень своеобразно и авдий когда его увидел у него до речи не по он говорит это ты мой господин илья ты даже не представляешь вообще где тебя искали и не искали тебя искали везде он говорит или ему говорит а там очень интересная такой оборот речи говорит ты ли это господин мой илья говорит авдий алия им говорит пойди скажи господину твоему что или я хочет с ним встретиться а где говорит да ты шо если я сейчас от тебя уйду тебя дух божий унесет куда-то и все а меня ахав порешит потому что тебя искали все везде ты что иди со мной и в общем илья пошел с ними и вот там произошла встреча царя и илья говорит давай так народ грешит поэтому дождя нет собираемся на горе пусть все твои нечестивые там пророки приносят жертву языческую а я принесу жертву богу и чья жертва будет принята давайте будем решить что тому поклоняться ли там ну помните эту историю да вообще вы думаете себе причем тут выгорание ну мы подходим к выгоранию вы же помните и вот состоялась эта встреча 400 человек пророков скачут там приносят эту жертву ничего не происходит потому что условие было какое жертву нельзя зажигать то есть должен был сойти огонь с небо и пожрать эту жертву правильно очень простое условие вот невероятное должно произойти ну для ильи все это невероятно нормально его вороны кормили и как бы ворон не замор ильяне заморачивался что ворон вообще-то не чистая птица не чистым своим рылом она приносила ему чистое мясо клювом ну условно вы поняли вот ну как бы это как доставка пиццы понимаете мышь не за мысль не задумывается кто нам пиццу доставил правда чистый не чистый этим занимаются только люди как это как это сказать которые ходят таких высоких шляпах и называются на ха начинается носить и заканчивать хасиды да вот то есть евреи именно ортодоксально они этим заморачиваться мы попроще и вот смотрите что происходит ну вы вспомните что господь послал огонь с неба пожрал и жертву и жертвенник и воду которая там была залита или я говорит все признали что господь есть бог или я говорит давайте уничтожим этих пророков 400 человек он самолично зарезал на насколько понимаю да написано он вот и что ну да их поймали там ловили как бы все вот и илья молится о дожде это прекрасный опыт начинается дождь или я говорит царю езжай спускайся с горы потому что ты до города не доедешь ты увязнешь начинается дождь темнота уже потемнело небо а три года не было дождя или я бежит впереди колесницы все доехал до города все счастливый я пошел себе спать а ахав намокший приехал к жене и рассказал и она говорит так уж надо зарезать ты шо он моих пророков уничтожил и слуга изавели идет говорит или будет илью говорит знаешь вот изавель сказала что тебя зарежут и человек который живет среди чудес участвует в чудесах начинает бежать прятаться украинскую мову ховатый ся что он заховался то есть он пошел сел под кус говорит господи забери мою жизнь остался я один моей душе ищут все это очень интересный момент ты думаешь почему происходит это выгорание ну почему вы думали об этом вот а это очень важно потому что эти все чудеса описаны вот все это удивительно это потрясающе и тут он пугается потому что его ночью разбудили помните я говорил о сне он у него был высокий уровень стресса он прожил он он сделал то что вообще как бы пророкам не совсем присуще резать людей он устал он пробежал там несколько десятков километров свой марафончик и вот он спит его будет он испугался но хорошо ладно он ночью испугался нужен мог остановиться на пол дороги сообразить что произошло он понимал что что-то женщина там 400 человек пророков стояли могли его растерзать и вот здесь очень важный момент ну бог дает ему там возможность пройти 40 дней бог дает ему возможность уже кушать ему тоже птички приносили еду помните а какую еду приносили лепешку уже без мяса поняли то есть мясо в этом смысле было лишним при выгорании то есть еда должна быть простой чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт вот и он шел 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 пришел и что это помогло ему вот это 40 дней кардио тренировки он как заведенный твердит ту же самую песню остался один мои души ищут господь ему открывается показывает себя причем бог его спрашивает помните что спросил оба господь что ты тут делаешь и бог его сам туда отправил алия или он говорит что ты тут делаешь а это контрольный вопрос голову я называю это вот а илья говорит господи вот остался один все 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 пропало бог ему говорит так значит смотри фраза прозвучала все годы не будет ни дождя ни росы только по слову моему сказал господь то есть он уже сказал вот все вот и началось это путешествие одиночество нет одиночество если нет решения быть одиноким мы никогда не одни у нас есть как минимум ангел-хранитель у нас как минимум есть какие-то люди вокруг которые которые могут тебя понять это очень важный момент потому что мы проходим периодически такие долины такой смертной тени вот у нас умирают близкие вот у нас людей случается онкология мы там теряем какие-то ресурсы финансы но мы в этой долине смертной тени не одни да ты и проходишь но ты не один когда ты знаешь что ты не один ты можешь разделить это бремя это всем по другому да даже когда тяжело я недавно был на похоронах у своего друга он хоронил девятимесячную дочку врач адвентист верующий человек у него было четверо детей он похоронил старшего в возрасте двух недель потом родилось еще два сына и теперь похоронил дочку которая умерла знаете от чего то что сердце не выдержала она болела коклюшем и а он врач довольно известный его одна сестра одна врач другая родная сестра врач там вся реанимация области съехались они реанимировали этого ребенка они сделали все нет не завелось сердце и мама плачет над этим гробом я помню как закручивают эту гробика детешечка лежит красивая ну просто кукла мы все плачем стоим да мы о надежде мы проходим это и я я слышу как ваня шепчет жене что надо уже как бы она плачет господи ну как же больно я все понимаю ну как же боль потому что это и есть часть долины нашей когда что-то ты теряешь но когда ты понимаешь что ты не один когда рядом с тобой тебя все время кто-то обнимает а это была моя задача на похоронах обязательно всех обнимать побольше и деток которые были рядом и всех всех и родных еще и буквально там закончилось все мы стоим обнимаемся и она потихонечку до потом она накатывает но ты не один это и есть первая важная духовная основа того чтобы не выгорать и как восстановиться вы знаете я уже говорил об этом своих темах но для меня вот выгорание я лечу одной простой молитвой она состоит из одной фразы господи мне очень плохо но я все равно тебя люблю это очень важно для меня это принципиально важная молитва потому что если я себя веду плохо а я веду себя плохо иногда я же человек грешный я обижаю своего творца бога там жену дочек иногда но они все равно меня любят то почему я должен ожидать что все будет только хорошо то есть я буду любить только на условии если все хорошо это эгоистично мы живем на грешной планете где дьявола никто не отменял и он залезает в свои своими грязными лапами в нашу жизнь и нам сложно понять промысел божий но тут господь говорит но я тебя люблю все равно даже если ты грешник поэтому я господи и я тебя люблю хотя мне плохо но я тебя все равно люблю и это восстанавливает тебя потому что понимаешь что он рядом с тобой он в он он трудится с тобой он проходит этот путь это очень важный духовный принцип восстановления тогда твой дух восстанавливается вот например есть такое библейский текст в книге пророка исаи разве ты не знаешь разве ты не слышал слышать помните такой текст я хотел бы вам его прочитать очень интересный текст сороковая глава книги пророка исаи разве ты не знаешь разве ты не слышал что вечный господь бог сотворивший концы земли не утомляется и не изнемогает бог-то понятно он дает утомленному силу кому она дает силу то есть предполагается что мы будем уставать и изнемогшему то есть который обессилел дарует крепость утомляются и юноши и ослабевают и молодые люди падают а надеющиеся на господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся что с этими людьми не так вернее так они надеются на господа что значит надеяться на господа что такое надежда это очень важное слово очень важное слово вера с надеждой очень близки вера с надеждой очень близки на например вот в городе херсоне у нас три адвентистских общины и там по 20 раз в день обстрелы артиллерийские вот и я стою за кафедрой вот как сейчас провожу семинар артиллерия стреляет ну церковь собирается и так далее мы говорили о надежде когда ты веришь что наступит мир что перестанет стрельба и так далее в древнееврейском языке на котором написана книга пророка исаи слова надежда это тиква а тиква это это как бы есть такое же слово в еврейском языке веревка она звучит точно так же хатиква надежда вы слышали такую песню вы слышали такую песню возложу я очень горнему престолу помощь моя от господа придет сотворил он землю и небес просторы тем одним все дышит и живет все мои мечты и все желания все тревоги боли и страдания знайте что вы только что спели государственный гимн израиля тиква хатиква и это гимн который называется надежда то есть логика в чем надеющийся на господа это тот кто держится за веревку понимаете тот кто держится за бога как за веревку то есть а держаться это не не как-то это на это это контакт понимаете это четкий крепкий контакт с богом и предполагается что что ты без этого потеряешься вот это и есть часть нашей христианской жизни как не выгорать ты должен держаться за веревку ты чтобы не потеряться в этом бурном море чтобы не улететь в этот обрыв ты должен ты постоянно идешь в этой альпинистской связке с богом это и есть способ как не выгореть со своими детками в своей работе в своем служении и так далее потому что это способ еще очень важный способ который помогает нам восстанавливаться и духу и душе и телу это пение вот когда вы поете полчаса 40 минут вы будете вдохновляться час пусть просто пойте 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 путь этого это хорошо восстанавливает если вы уже на третьей ступени выгорания то привык при выгорании можно взять паузу на несколько месяцев и просто действительно спать и есть но при этом задача не полностью отрешиться от всего а если некоторые вещи ты не можешь оставить а научиться с простого ложится во время спать нагружать себя физически строить очень крепкие отношения с богом и делать такие простые моменты смотрите есть такое слово нет очень важное слово вот это слово помогает нам убрать те дела которые можно не делать и убрать ту ответственность которую ты можешь не нести и те обещания которые ты можешь не давать еще очень важный компонент это из того что я хотел бы вам еще сказать вот в дополнение к надежде это сейчас я открою свою шпаргалку так значит удалить от себя нереальные ожидания часто мы ставим цели которые бог нам да я вижу время закончил которые бог нам не давал мы сами себе их придумали вот либо мы себя туда погрузили поэтому принцип здесь очень простой мы говорим я давай начну с простого с простого с хлеба и лепешки лепешка с водой вот с этих простых моментов вот и очень важно задавать себе три вещи я вам скажу это удалить нереальные ожидания второе это задать себе вопрос почему я пренебрегаю собой понимаете жертвовать собой и пренебрегать собой это разные вещи это то же самое как эгоизм и любовь к себе любовь к себе это когда вы принимаете контрастный душ любовь к себе это когда вы позволяете себе прогулку когда вы позволяете себе оторваться и приехать на такой семинар когда вы позволяете себе лечь вовремя спать это любовь к себе а эгоизм это когда ты все это нарушаешь потому что тебе что-то нравится ты понимаешь что оно нехорошо что оно тебя развалит, потому что оно тебе хочется. Вот. Это эгоизм. Так вот вопрос. Когда я пренебрегаю собой, почему я это делаю? Частым ответом на этот вопрос является слово «страх». Я чего-то боюсь. Вот. Поэтому это отдельная тема, о которой мы будем говорить завтра. Но сегодня я хочу сказать вам следующее. Задайте себе этот вопрос. Если в вашей жизни есть какие-то признаки именно выгорания, почему я это делаю? Почему я это делаю? Для вас работа – это ответ или работа – это решение? Почему я убегаю в эту работу, в эту активную деятельность, в эту службу? Что я это делаю? Если у меня нет проблем никаких, это одно. Но бывает такое еще, правда, честно вам скажу, что у вас проблем нету, а у ваших родных есть. Из-за того, что у вас их нету. Вы так себе думаете. Поэтому я уже еще 40 минут назад сказал важную мысль. Послушайте людей, которые вас хорошо знают. Послушайте людей, которые вас хорошо знают. Вот. И они иногда могут вам сказать то, что вам будет очень тяжело даже услышать. Но иногда это важно. Послушайте, принять к сведению и начать меняться. Поэтому, завершая сегодняшнюю тему, хочу сказать следующее. В древние времена жил такой врач Гиппократ. Помните? И у Гиппократа есть клятва. Но у него в этой клятве есть такое выражение. Не навреди. И оно относится в том числе и к самому себе. Вот. Каждый из нас должен понимать это. И эта клятва, она записана словами святого апостола Павла в 12 главе послания к римлянам в 1 и 2 тексте. «Умоляю вас, братья». Слышите, что он говорит? «Умоляю вас». «Фрателли и Сорелли», как говорят в Италии. «Умоляю вас». «Милосердием Божьим». Он говорит, я понимаю, что Бог милостный, но я вас умоляю. «Представьте ваши тела в жертву живую». То есть в жертву. Если бы там было написано «в жертву», точка. Вообще это идеально для трудоголика. А там написано «в жертву живую, не полумертвую». «Не труп, жертву живую». «Не труп, жертву живую». Дальше какую? «Святую». То есть отделенную для Бога. И что дальше? Благоугодную Богу. То есть, чтобы Богу это нравилось. Для разумного служения вашего. Перечитайте этот текст. Выучите его. Напоминайте себе. «И не сообразуйтесь, свеком сим написано, но преобразуйтесь». Потому что «сообразуйтесь» там стоит слово «схематидзо». То есть не надо по схемам мира двигаться. Отдохнем на пенсии. Потому что пенсия – это не место для отдыха. Поверьте мне. А пенсия может и не наступить. У нас вообще-то не пенсия впереди. У нас вечная жизнь. Поэтому я не могу понять, какая пенсия. Ну какая пенсия? У нас вечная жизнь. Поэтому каждый момент, каждый час надо этим наслаждаться. «И не сообразуйтесь, свеком сим, но преобразуйтесь». «Преобразуйтесь» – это глагол, который звучит так. Метаморфоза. «Преображайтесь обновлением ума вашего». Чтобы вам познавать, что есть воля Божьей, святая, благоугодная. То есть что Бог от вас хочет. Понятно? Вот это завершающие слова сегодняшнего моего семинара. Пусть Господь благословит вас. Быть мудрыми в распоряжении своим телом, которое Он вам доверил, душой и духом. Исполняйтесь, наполняйтесь. Завтра мы эту тему продолжим. Вот. Я приглашаю вас помолиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое в нашей жизни, Господи. И да приедет Твое Царствие в нашу душу, Господи. И да будет воля Твоя как на небе, так и на земле, и в наших жизнях. Господи, мы благодарим Тебя и за насущный хлеб, и за то, что Ты хранишь нас от лукавого. И просим, Господи, исцеляй нас от нашего не совсем разумного подхода к своему здоровью, к духу, душе и телу. Умудри нас, Господи, доносить правильно эту информацию до тех, кому она нужна. Господи, и поднимай наши крылья, пожалуйста. Поднимай, потому что мы надеемся только на Тебя. слава Тебе за то, что Ты, Господи, не оставил нас одних в этом мире. И за то, что, проходя даже очень тяжелые и темные моменты нашей жизни, когда нет ощущения того, что Ты рядом, Господи, мы знаем все равно, что Ты рядом. слава Тебе за это. Слава Тебе за то, что, Господи, можно не доверять ощущениям, а доверять Твоему Слову. Доверять, Господи, близким, которым не все равно. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты посылаешь нам помощь. За то, что мы не одни. Слава Тебе, Отцу, слава Сыну и слава Святому Духу. Аминь.